Хочу агентом твоим стать. Да у меня есть. Да ладно, кто? Где ты знакомых агентов найдешь? Давай я буду. И есть место, где находить. Серьезно, где ты найдешь? Ты не можешь подойти домой и сказать, кто будет моим агентом? Привет! Начнем с важных ночных новостей. Никита Кучеров в матче против Оттавы провел на льду всего 13 минут и был снят с игры после результативной ошибки. Интересно, он потом поговорил с тренером или с недовольным лицом скрылся в душевой? Он может, да. В молодежной сборной России пока одна интрига. Кто будет первым номером? Амир Мефтахов или Ярослав Аскаров? Других вопросов не очень много. Валерий Брагин большую часть времени, проведенного среди журналистов, выглядел спокойным, а занервничал только один раз, когда у него стали спрашивать про Родиона Амирова. Камиров ездил на Суперсерию. Игрок первых двух звеньев. Где ему играть? Он что, бомбардир в КХЛ, как капризов, по 20 голов забивает? Ноль голов. Ну как? Но в КХЛ? Ноль голов. Хотя главный тренер должен был психовать от таких вопросов. Есть какие-то традиции празднования Нового года в тот момент, когда идет Камиров? Если возвращаться к Амирову, то, конечно, можно было бы напомнить, что на чемпионате мира у фаворитов и нет ярко выраженных оборонительных звеньев. Максимум одна тройка. Но Брагин пользуется старыми конспектами. Неделя понадобилась на то, чтобы разочароваться в Павле Тарафееве. И вместо него с Александром Ховановым и Григорием Денисенко стал выступать Никита Александров. Неизменным остается звено СКА, Марченко, Морозов, Подколзин. А со всеми остальные сплошные вопросы. Только в обороне все в порядке. У нас есть шесть защитников, которые готовы взять на себя ответственность за результат. Остается интрига с вратарями. Но я все-таки узнал, что позицию первого номера разыграют Мефтахов и Аскаров. А Исаев будет третьим, который появится на площадке лишь в случае форс-мажора. Впереди у сборной два выставочных матча в Чехии, после которых домой отпустят двух человек. Но при отсеве никаких сенсаций не будет. Илья Ковальчук не собирается возвращаться в КХЛ. Он хочет найти команду, которая выиграет кубок Стэнли. Ковальчук до сих пор думает, что и там определяют победителя в интересах сборной. На самом деле у Ильи только одно предложение. Я Ковальчук стал неограниченным свободным агентом. Он может вписаться в Северкул, в КХЛ, в КХЛ. Заинтересованы ли СК в Ковальчике? Давайте по игре Северсталь заинтересованы. Лидером молодежной сборной России на ближайшем чемпионате мира будет Александр Романов из ЦСКА. Я вообще за оборону спокоен. Брагин говорит, что ты очень заведенный. В чем это выражается? Энергия из тебя брыжет? Когда он так говорит? Вот сейчас нам скажу. Сейчас? Сейчас заведенный? Ты вообще заведенный на каждой тренировке, на каждое... Ну, стараюсь. Все в полную делать, отрабатывать, готовлюсь. С другой стороны, ведь мы все прекрасно понимаем, что ты не из тех, кто будет бороться за место в составе. Ты уже точно в составе, в первом звене. Ну, да неважно, в принципе, в каком там кто звене, даже для себя. То есть, ну, тренируешь себя, тренируешь партнеров, то есть, показываешь там, может быть, кому-то пример, подаешь, как надо правильно тренироваться. То есть, ну, в полную, все в полную выжимаешь из себя, то есть, все силы. Поберечься к чемпионату эмоций, а не расплески? Да хватит, хватит. Уйма этих эмоций, мне кажется, их хватит с головой. Каждый журналист, и не исключение, спрашивает тебя про будущее, про Монреаль, про твой отъезд. И недавно мы у Иисуса Анатольевича спрашивали, насколько тебя это беспокоит вообще, вопрос? Пока что вообще никак не беспокоит. Пока что у меня есть только ЦСКА, только сборная, и меня беспокоит только чемпионат мира и игра за свою команду. Все, в принципе. А как ты можешь отключаться от этого? Я говорю, все постоянно про это говорят, а ты... Да, и постоянно говорили про все. И про дедушку постоянно говорили, и про что только не говорили. И как-то меня это не интересует, мне важна только моя игра и игра моей команды. В какой ты форме пришел на этот сбор? Ты играл регулярно, но игровое время у тебя сокращало, плавающее было? Да, да, да. Игровое время то много, то мало. Это тоже было. Да, как обычно пришел в прошлом году, у меня тоже было не особо большое игровое время. И спокойно, то есть здесь сборы, они поэтому нас собирают за две, за сколько нас собрали недели. То есть входишь спокойно в форму и играешь. Тебе не беспокоят такие длительные сборы? Ну, слишком долго. Сейчас бы ты мог за ЦСКА тоже играть? Да не беспокоят, потому что и ты из команды здесь, то есть все время в коллективе, все время в семье. Как бы можно сказать, вот, как мы сплочаемся друг с другом, ну, нормально. Ну, вы вот постоянно на тренировках с Журавлевым в паре, да, были? Да, 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 ни разу не менялись, все время в паре с Журавлевым. Вот я говорю, первая звена есть. Может быть. А, ну, по поводу эмоций, это взря, да, значит, Брагин сказал, что ты можешь закипеть. У нас был пример Гурьянова перед чемпионатом мира в Хельсинки, он получил дисквалификацию во время выставочного матча и не поехал на чемпионат мира. Вот этого не стоит ждать? Да нет, 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 конечно. Семен Варламов этой ночью вышел против Нэшвилла в третьем периоде и пропустил три шайбы после девяти бросков. У Ильи Сорокина появляются дополнительные аргументы на переговорах. И последнее. Артем Швецроговой вчера попал в заявку СКА, но не провел на льду ни секунды в матче против Северстали. Питерские армейцы использовали трех финских центров Алтынина, Каскиранту и Кемпайнина. Тем временем Витязь проигрывает Спартаку 0-6. Странно, что из КХЛ уезжают перспективные, да? До свидания.